Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на микрофон от компании Boya. Это вот он и есть, и это моделька BY-PM700. Она подключается по USB, у нее есть несколько интересных режимов работы, и параллельно с этим достаточно много интерфейсов, чтобы мы с вами могли сказать, да, это действительно то, что нам нужно. Поехали! Начать хочется с того, что сейчас у нас идет пандемия, и нужно переходить на удаленные методы работы, а это значит, что нужен микрофон, который позволит вам это сделать без ущерба в плане качества, при этом достаточно интересно еще и в плане цены. Как раз вот данный Boya будет закрывать собой все эти моменты, и даже больше, понятное дело. Но если захотите использовать его для этих целей, он 100% то, что вы искали. В комплекте у нас сразу идет подставка, а значит все, то есть вы купили, у вас из коробки доступны все моменты. Ну и конечно же кабель microUSB для того, чтобы все это подключить к компьютеру по USB. Подключаем, plug-and-play устройство, все работает, автоматически устанавливаются драйвера, и можно начинать пользоваться. И вот тут начинается магия, так как Boya предлагает нам не просто микрофон, а действительно интересное решение с рядом своих определенных особенностей и возможностей. Начнем с возможности как раз использовать различные типы интерфейсов, а это именно подключение 3,5 мм наушников, то есть с мини-джеком к самому микрофону. Да, но мы могли бы не торить звук. Это происходит снизу, микрофон немного приподнят, да даже как сейчас у меня установлены на стойке, в принципе подлезть и поставить сюда те или иные наушники не составит никакого труда. Ну и конечно же вы можете регулировать звук наушников, для этого есть соответствующий ползуночек, крутилочка, называйте как хотите, с фронтальной части. Светодиод здесь тоже присутствует, о том что микрофон сейчас работает, а также кнопка mute, она позволяет вам определить сейчас включена она или выключена по светодиоду, который находится посередине. С столовой части мы можем регулировать gain, очередная крутилочка, и это достаточно удобно, вот сейчас мы подстраивали звук именно таким образом, когда выставляли его, потому что он стоит рядом со мной, сейчас он в кардиоидном режиме, и на самом деле нужно получать вот определенный уровень звука, чтобы на выходе все получилось так, как мы и хотим. Ну и конечно же есть возможность переключения режимов, благо он тут далеко не один. Всего 4 режима работы. Стерео, ну понятно здесь название, пишется звук в стерео, все направленные. Аналогично здесь все понятно. У нас звук собирается вокруг микрофона, если мы собирались, например, где-нибудь на интервью, и у нас более двух собеседников, этот режим будет являться просто must have. Это кардиоидный, как в моем случае сейчас, и это как раз направленные звучания, то есть я говорю в микрофон, то есть четко слышно меня, и я говорю один. Это круто для совещаний, для переговоров, для взятия интервью, опять-таки, и в этом плане бой абсолютно универсален. Ну и конечно же есть режим двунаправленная полярная картина. Таким образом микрофон можно использовать для записи интервью с одним человеком. То есть ставим его посередине, и он спокойно пишет двух собеседников, и это действительно работает весьма-весьма неплохо. Короче говоря, давайте протестируем сейчас каждый из этих режимов, и вы наглядно во всем сами убедитесь. Я буду показывать звук обработанный и необработанный. Подписочку увидите внизу. Всем привет, это тест микрофона. Всем привет, это тест микрофона. Интересный режим, который можно понять. Интересный режим, который можно понять и использовать. Конечно же, это возможность писать огромное количество людей на один микрофон. Будет отлично подходить для того, чтобы использовать во время конференций. Да и не только. А вот этот режим у нас позволяет записывать интервью, и, соответственно, слышно, что здесь, что здесь. Полные характеристики на данный микрофон ищите в описании к этому видео. Просто разверните, там все будет. Из основных отмечу, что здесь можно писать. 16-битный звук, 48 кГц, очень даже неплохо. Диафрагма 14 мм, достойный показатель. Ну и, на самом деле, самый важный, наверное, который вы хотите услышать, это вес. Потому как не очень понятно, из чего сделана вообще там стойка и так далее. Это металл, весит чуть больше килограмма. И, на самом деле, он прям идеально собран, ладно собран, как угодно называйте. И ощущается действительно премиальным качественным гаджетом. А подключается как к Windows, так и к Mac без каких бы то ни было проблем. Выбирайте ту операционную систему, которая нравится вам, и используйте данный микрофон без ограничений. По итогам хочу сказать, что данный микрофон отбоя меня по-хорошему удивил. BYP-M700 это отличная рабочая лошадка, которая подойдет для большинства задач. Хотите использовать его для конференции? Без проблем взять интервью тоже можно. Вокал, запись музыкальных инструментов, да и просто запись себя. С тримером на заметку, отличный микрофон за адекватные деньги. И при этом он ладно собран, красивый, действительно такой строгий минималистичный дизайн, но при этом со своими определенными изысками. И самое главное, что стойка идет в комплекте. Реально качественно и с прорезиненным основанием. По-моему, все, что хочется здесь есть. Даже интерфейс по USB, за счет чего не потребуется дополнительная звуковая карта. Все уже здесь в микрофоне предусмотрено. И есть абсолютно все моменты регулирования, включая гейн, без необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение. Ну и, конечно же, переключение режимов, а также управлением громкости в наушниках. Ссылка будет в описании и в прикрепленном комментарии. Ваши вопросы, обсуждения, комментарии жду там, внизу. Ну и, конечно, не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал. Внизу есть красная кнопочка, она обязательно должна стать серой. Нажимаем на колокольчик два раза. И я с вами не прощаюсь, так как наверняка мы с вами совсем скоро увидимся. Возможно, через несколько секунд, если кликните на одно из этих видео.